Приветик всем! Снимаю видео о пустых баночках в марте месяце. Это вторая часть или продолжение. Избавляюсь я от виши, идеалии, если я правильно говорю. Это у меня ночной крем и дневной. Я попользовалась какое-то время, но не до конца и решила, что больше мне это не надо. Вот, не знаю насколько вам будет видно, вот так выглядит дневной. Он более кремовый розового цвета, а ночной более гелевый, тоже розового цвета. Хотя логичнее было бы предположить, что дневная текстура должна быть гелевая, а ночная кремовая, но здесь все наоборот. В общем, что с этим делом? Нанесла первая. Попользовалась в общей сложности, наверное, 2,5 недели. Существует мнение, что состояние кожи меняется через 28 дней минимально, поэтому говорят, что месяц надо кремом попользоваться для того, чтобы увидеть результат. Я могу сказать, что я и за 2,5 недели увидела результат от использования этих кремов. Теперь о том, что за результат. В общем, начала я наносить его и то и другое, легкая текстура, очень быстро впитывается, не оставляет никакой пленки. Создает ощущение, поскольку я использовала, честно говоря, в январе это. Это было в январе, после Нового года где-то начала я использовать. Вот столько времени я думала, что с этим делать, все-таки избавляюсь. В общем, попользовалась 2,5 недели. Первый раз нанесла, а второй, ну как-то вот сначала боялась, думаю, не хватит увлажнения, уж больно легкая. Но нет, с этим было все в порядке, даже несмотря ни на морозы, полностью хватало без использования сывороток этих продуктов. Ну вот прошло 2,5 недели и что? Направилась я в очередной раз, как сказать, как-то вечером в ванну со скрабом для лица и поняла, что скраб-то я использовать не могу. В общем-то, я обратила внимание на то, что кожа стала гладкая, как стекло. Я говорю абсолютно серьезно. Меня это, конечно, обрадовало. Думаю, какая прелесть, все мы, думаю, не надо никаких пилингов делать, ничего. Ну, чувствительность кожи тоже повысилась колоссально. Я это обнаружила, когда попробовала использовать скраб. Это был просто кошмар какой-то, не ощущение. Такое впечатление было, что, ну, не знаю, ободрали просто-напросто. Я не могла пользоваться скрабом, наверное, почти месяц, хотя прекратила использование этих кремов. И пролонгированный эффект, вот это вот ощущение абсолютной гладкости сохранялся месяца полтора, наверное. Потом я попробовала еще раз нанести, но хватило одного раза для того, чтобы чувствительность кожи обострилась очень сильно. Я пыталась найти ответ на вопрос, что же это все-таки такое. В конце концов, все-таки нашла, что в составе входит ахокислота. То есть эти крема и дневной, и ночной, это как постепенный пилинг. Для себя я сделала вывод такой, хотя оценки этих продуктов очень разные. Для себя сделала вывод, что подойдут, наверное, для жирной, плотной, пористой кожи, склонной к выделению этого лишнего жира, к скоплению лишних вот этого как-то оргоевшей слой. Не знаю, как это правильно выразиться, но, в общем, очень толстый слой эпидермиса. Тогда да. Потому что именно только за счет, по всей действия вот этих ахокислот, и объясняется тем, что производители обещают улучшение цвета лица, сокращение пигментации, и т.д., и т.п., и пор, и всего прочего, но только за счет шлифовки, а за счет чего еще, собственно говоря. Тем, у кого чувствительная кожа, я не советую подобное пробовать. У меня сложилось вот такое вот впечатление. Познакомилась я с этими продуктами благодаря коробочкам Allure Box. И, в общем-то, осталось у меня еще несколько банок. Я думаю, что я их раздарю, потому что... А может быть, еще оставлю. Как-то недельку так попользовался зимой где-нибудь и забыл. Ну, в общем, не знаю, но это я точно выбрасываю. До будущей зимы держать не буду, а летом никто пилингами не пользуется. Это только себе вредит. Ну, по крайней мере, мне так косметолог говорит. Чистая линия. Крем для лица дневной, насыщенный, увлажняющий для сухой кожи. Лепестки розы, алты, лекарственные. Я покупала этот для того, чтобы использовать в качестве крема для рук. И так я использовала. Мне очень понравился аромат. Сам по себе крем, конечно, может быть, он для лица и ничего, но для рук это очень-очень-очень слабо. То есть, это так только вот... Наверное, как летний вариант будет неплохой. Очень-очень легкий увлажняющий эффект. Совсем прям легкий. Вот. Ну, не оставляет ни жирности, ни липкости. В принципе, пользоваться можно. Вот. Поэтому, возможно, может быть, как-то покупку повторю, потому что уж очень, я говорю, понравился аромат. Гель для душа 100 рецептов красоты. Красное яблоко и ванильный йогурт. Вот. У меня были большие запасы этого геля, потому что покупала эти наборы с банановым молочком. Постепенно вот эти запасы ликвидирую потихоньку. И, ну, хороший гель. Нравится мне аромат. Все в нем нравится. И пенообразование, и деликатное отношение к коже. Вот. Хороший продукт. Хороший. Скраб для тела. Это кафе красоты. Шоколадно-ореховый щербет. Вот такого тонн цвета. Он достаточно жесткий. Это баловство для ног. Использую ежедневно подобные такие вот штуки. Уж как-то говорила. Вот. Нравится очень аромат. Пахнет таким шоколадным тортом, наверное, с орешками. Вот. Такой с легкой алкогольной ноткой. Там с добавкой ликера. Что-то такое. Ну, достаточно очень многогранный такой аромат. Не плоский. Понравился. И непременно буду покупать еще, как только увижу в очередной раз, в Магнит Косметик. Потому что именно, по-моему, только там это дело продают. Я выбрасываю вот такую штуку. Балютес. И это сухие духи от Диптик. Я пробовала сжиться. Да, с этим ароматом. Никак. Никак. Вызывает головную боль. Я его, конечно, отдам. Я его выбрасывать не буду. Ну, вот. Селективы. Это все-таки вообще не мое. Никак. Как бы не хотелось бы, но не мое. Бальзам для губ от Эвраши. Это миндаль и апельсин. Он полный. Я не смогла им пользоваться. Я не знаю, что стало с бальзамами от Эвраши. Но, на мой взгляд, качество их ухудшилось. Не знаю во сколько раз, когда они изменили упаковку. Раньше такие были тонюсенькие столбики с дыркой посередине. Там на штыре как бы сидел этот стик. Ну, вот. Изменили упаковку и бальзамы изменились. В общем, он мне не только не увлажнял кожу, еще и сушил к тому же. И весь какой-то засаленный. И этот стик там ходит ходуном в основании. В общем, выбрасываю. Наверное, больше в сторону этих бальзамов смотреть не буду. Крем для рук питания. 100 рецептов красоты. Тоже не знаю, что еще добавить. Нравится аромат. Нравится, как наносится. Легкий увлажняющий эффект. Хочется наносить бесконечно. Потому что уж очень приятная текстура у этого крема. Ну и кроме того, низкая цена позволяет все эти желания осуществлять без вреда для кошелька. Большие огромные запасы. Я буду пополнять, когда будет заканчиваться. До тех пор, пока продается. Новосвит. Гель-активатор молодости кожи. Бета-глюкан. 25 мл объем. В общем, если мне нравится с гиалуронкой, которая в синей коробке, то к этой штуке я осталась равнодушна. Ну, во-первых, не повезло. У меня совершенно не работала пипетка. Вообще не работала. Мне приходилось флакончик вот так вот наклонять. И оттуда вот вытекала эта субстанция. Мутно вот такого белого цвета. Похожа на какую-то, не знаю, аптечную суспензию. Ну, распределяется средней паршивости распределение. В общем, не очень распределяется. А как сыворотка работала неплохо. У меня вызывали сомнения. Вот ее текстуры я все-таки использовала в качестве сыворотки для шеи. Поэтому кожа шеи сухая. В общем, я могу сказать, что для сухой кожи работает хорошо. В том плане, что служит неплохой основой для кремов. Я использовала под кремы от 100 рецептов красоты лифтинга питания. Которые сами по себе очень даже легкие никакие. Но вот с этой штукой вроде как напитанности хватало. Что делает эта штука, кроме как увлажняет, я не знаю. Насколько она благоприятно влияет на кожу. Ничего не могу сказать. Ну, увлажнение дает и все. Ну, в принципе, синяя вот эта гизгалуронка мне понравилась больше. Я имею в виду в синей коробке. А это я, конечно, повторять не буду. Хотя использовала, но покупку повторять не буду. Крем для рук Кафе Красоты. Сок граната, масло жужуба, экстракт гомомелис. Это из гламурбек. По-моему, из февральской. Что касаемо аромата. Аромат не понравился какой-то. Никакой какой-то. Тавтология, ну ладно. Мне понравилась очень текстура. Он какой-то, знаете, сливочно-творожистый какой-то. Как взбитые сливки, что ли. Не знаю, но очень приятно его было наносить. Степень увлажненности, наверное, на четверочку. Пролонгированного эффекта нет. Ну, часа три без него можно проходить. Потом хочется еще как-то крем нанести. Но если, конечно, не будете никаких работ по дому выполнять, а то можно и об этом забыть. Это до первого мытья рук. В общем, так, наверное. Я бы сказала. Вот. Ну, в принципе, использовала без какого-то негатива. Насчет повторной покупки. Ну, если, наверное, другой аромат, то попробую. Жидко-мылая, Avon Senses, цитрусовый заряд. Показывала в покупках, да и штуки купила. Ну, вот одна закончилась, 250 мл объем. Домашние остались очень довольны. Мне понравилось, как смотрится в ванной. Я обожаю такой радужный зеленый цвет и само мыло зеленого цвета. Но помпа работала отвратительно, скрипела. Выдавала очень мало мыла за одно нажатием. Тугая очень помпа. Вот. Потому что сначала хотел бутылочку оставить. Думаю, буду переливать. Но помпа отвратительная. Поэтому, конечно, нет. Ну, может быть, посмотрю. Другие ароматы буду пробовать еще. Что касается жидкого мыла от Avon. Гель для душа. Бразильский кофе от Evraše. Всем известный. Последний из моих запасов. В Evrašeшных. Больше у меня, по-моему, от Evraše вообще ничего не осталось. Ну, вот. Даже не знаю. Может быть, конечно, бразильский кофе я повторю как-нибудь. Так, в принципе, особо желаний нет. Почему-то. Может быть, потому что и нравится только бразильский кофе. По большему счету. Но этот аромат всем известный. И я не думаю, что есть какой-то смысл его хвалить. Понравилось, что изменили упаковку. И теперь стала плоская крышка. Удобно переворачивать, чтобы стекал весь без остатка. Хороший гель. В общем-то, хороший аромат. Для меня это действительно кофейный аромат. Выбрасываю крем. Вот такой для лица. Гранатовый. Для сухой и чувствительной кожи. Какой же у него отвратительный запах. Наверное, по этой причине я, в общем-то, не смогла им пользоваться. Так-то он легкий. Пахнет он какой-то мазью из аптеки. Никакого граната там нет. И, в общем-то, да. Сказать, что он приятно пахнет, я точно не могу. Ну и какой-то он скользкий. Скользкий на руках. Может, на лице это было бы нормально. Но для рук он скользкий. И мне не понравилось. Гель для туши от Тавраше. Миндаль и апельсин. И вот, наверное, это вся новогодняя коллекция. Я ее подзакончила. Ну, использовала я этот гель. Наверное, это был самый удачный продукт. Из всех новогодних лимитов, которые я покупала. Но больше всего мне как-то понравился. Гель как гель. Хороший. Закончился достаточно быстро. Потому что объем небольшой. И какой-то он жидковатый был. Хотя, может, мне, конечно, показалось. А душка не такая, чтобы уж скучать по ней. Поэтому не жалею, что взяла один. А может быть, как-то вообще просто нету интереса к продукции. И в Роше. Может быть, все дело в этом. Выбрасываю я бальзам для губ с черникой. Лабелла. Ну, не вейский, в общем, бальзам. Ну, не знаю, я его открою или нет. Специально пыталась. Так, да. Ну, вот так вот он выглядит. Вот так вот. Что касаемо аромата. На мой взгляд, он пахнет аромат один в один. Этот ворожок данон с черникой. Я не знаю. Мне не хочется, чтобы от меня пахло творогом. Кому как, но мне не нравится. Мне не нравится, как он лежит на губах. Такое впечатление, что нанес какой-то слой клея, под которым сохнут губы. Мне он ничего не увлажняет, не питает. Он сразу же как-то склеивает губы. Собирается в одну каемку у слизистой. И, в общем, у меня он ведет себя совершенно непотребно. Поэтому я его выбрасываю. Гель для душа. Эйвон Сенсус. Это сердце Индонезии. Солнечный мандарин и цветок лотоса. В общем-то, хороший был бы цитрусовый гель, но лотос все испортил. Использовала в качестве жидкого мыла, как я планировала. Больше повторять покупку не буду, потому что еле-еле. Вот мандарин становится каким-то вот, как будто его в болото положили. Как будто с примесью аромата болото. Мне не нравится такое. А вот второй гель мне понравился гораздо больше. Это я точно куплю повторно. Это магия Индии. Кардамонный сандаловый дерево. Очень приятный, теплый, пряный аромат. Одно удовольствие было мыть руки этим гелем. Поэтому я куплю, я думаю, уже в большой упаковке. Это более выгодно. Там по 500 мл, когда будет какая-нибудь хорошая акция. Непременно покупку повторю. Выбрасываю бальзам для губ от Dolce Milk со сливой. Ну, аромат это ладно. Дело вкуса. Мне не понравилось. Сливовым вареньем пахнет. Самый бальзам, наверное, самый отвратительный из всех, что я видела за последнее время. Он же и самый дешевый, наверное. Такое впечатление, что в рот затолкали толченый пластмасс. Вот такой вкус во рту. А губы как будто покрыли лаком. Я не знаю. Для ногтей. Отвратительное ощущение. Как-то, в общем-то, сохнут под ним губы. И, я говорю, вот во рту этот вкус пластмасса. От которого потом очень сложно избавиться. Отвратительная вещь. На помойку. Гель для душа. Чистая линия. Сок черной самородины. И фитоэкстракт листьев мяты. Нравится. Запах такой вот. Многогранный. Пахнет всем. И ягоды на ветке. И давленные ягоды. И смородиновым листом. И смородиновым кустом. Как сказать. В целом. В общем, очень хороший аромат. Мне кажется, это самый лучший аромат из геля для душа. Чистая линия. Я уже купила себе на замену. Этого закончившегося. Всем, кто не пробовал. Очень советую. Не сушит кожу. Очень приятный. Хороший пенообразование. Действительно. Хороший. Достойный. Такой продукт. Можно только похвалить. Это уже маст хэв. И такая. Постоянная, наверное, уже. Номинаю. Как сказать. Постоянная единица в моих пустых баночках. Как спрей для ног от Reflame. Там и крем бархатной ручки. Это скраб. Облепихово-медовый. Это облепиха Сибирики. Использую в качестве ежедневного балластва для ног. Потому что для тела он круповатый. Очень довольна. Конечно, все по причине аромата. Аромат просто. Вау. Вау. Ну, по крайней мере, такое вот у меня восприятие. Может, конечно, как-нибудь надоест. Я больше чем уверена. Но пока я испытываю огромное удовольствие от его использования. Крем для тела. Марка Aldo Vandini Magnolia. Покупала мини-версию. Здесь 75 мл. Полноценный объем 200 мл. Но хорошо, что купила маленькую версию. В общем-то, неплохой крем. Но он очень сильная отдушка. Настолько, что, не знаю, голова, наверное, может заболеть от него. Поэтому целиком обмазаться им не представлялось возможности. Сам он достаточно такой тяжелый и питательный. Он с минеральным маслом. Если я ничего не путаю. Нет, наверное, путаю. Нет, он просто с огромным количеством силикона. Здесь, по-моему, силикон на третьем месте. Извините, спутала с другим продуктом. Банк много и бывает что-то путаю. Тяжело было использовать его только так, таким каким-то местечковым способом. Как-то вот так вот. По чуть-чуть использовала. Хорошо, что объем небольшой. Но аромат очень надоедливый. Спрей, гранаты, манго. Как-то вот раз в месяц, наверное, используется одна такая бутылочка. И меду в течение месяца. Но в этот раз закончился гранат и манго из того, что сейчас есть в каталоге Avon. Нет, аромат более, ну, так сказать, наверное, самолюбимый. Ну, еще слива и ваниль, что ли. Вот. Ну, как-то вот две таких любимки. Хорошая вещь. Нравится, что не пачкает одежду. Миниатюра. Это Daisy Dream молочко для тела Mark Jacobs. 30 мл. По-моему, не помню. То ли из гифт-бокса от Эльдеботе, то ли из какой-то коробки Алюрбокса. Очень мне понравился этот продукт. И, наверное, если бы позволяли бы финансы, так сказать, разбрасываться по всяким таким ничего не значащим приятным штукам, я, наверное, покупала бы этот лосьон в качестве лосьона для тела. Очень такое легкое, хорошо увлажняющее средство. Но аромат просто волшебный для меня. Хотя сам парфюм этот я и не люблю. Когда он вышел, я его протестировала, поняла, что это не мое. Вот. Ну, это нормальное явление. Но вот крем мне очень понравился. Я очень рада, что мне посчастливилось попользоваться этой миниатюркой. Если я как-нибудь получу такой в подарок, на какой-нибудь праздник, буду просто счастлива. Мицеллярка. Черный жемчуг. Который уж так все многие обругали. Я, наверное, тоже буду ругать. Хотя я ее закончила. Ну, в общем, я использовала в качестве средства для снятия макияжа с лица. Потому что для глаз использовать невозможно. Глаза навыедает на раз. Хотя макияж снимает. То есть один раз я попробовала снять макияж с глаз. Хватило мне этого по полной программе. И все оставила для того, чтобы снимать там тоналку и румяна там. С консилерами и прочим. Ну, использовала, использовала. Больше, конечно, никогда не куплю. Из-за того, что для глаз очень агрессивное, негативное средство. Никому советовать не буду. В общем-то, не стоящая внимания вещь, как мне показалось. Миниатюра сыворотки от Биотерм. Это Аквасорс Дипсером. Такая, как сказать, сыворотка. Мало чем отличающаяся от подобных. Вот Биотерм. Я, в общем-то, с их сыворотками знакома. Пипеточка. Очень удобная бутылочка. Такой же спиртовой запах, характерный для сывороток марки Биотерм. Я спокойно отношусь к их отдушкам, к их текстурам. Сколько не пробовала сывороток, мне кажется, это все из одного ведра налито. Но вот это дает чуть больше увлажнение, как мне показалось. И действительно, наверное, глубоко увлажняющая сыворотка. Извините, заговариваю. Насчет вопроса о покупке, не знаю. Не знаю, не знаю. Конечно, сыворотка от Елены Рубинштейна мне нравится гораздо больше, чем это. Но, в принципе, достойный продукт люксового сегмента. Стоит, по-моему, в районе 3000 рублей. Я думаю, что она этих денег стоит. Если нет ненадобности, конечно, решить какие-то особые проблемы. Избавляюсь я от бальзама для губ. Знаете, какая коробочка красивая. Не знаю, сфокусируется. Это Tokyo Milk. Пусть едят пирожные. Такой вот селективный бальзам для губ. Я его показывала, по-моему, в феврале прошлого года. Я его купила. Пыталась, пыталась с ним дружиться. Никак. В общем, пахнет он пирожными. Но на губах он восхитительный. Он питает губы. Он очень комфортный. Он не ощущается. Нет необходимости, как сказать, в обновлении частым продуктом. Нет такой истории, как бывает с некоторыми бальзамами, когда вроде нанес и все хорошо, а буквально прошло там два часа, я понимаю, что губы стали еще суше, чем были до нанесения его. Здесь ничего такого. Все замечательно, все прекрасно. Кроме вкуса и того аромата, как он раскрывается уже. Ну, дальше больше вкуса, как он раскрывается. Вообще, что характерно для селективных продуктов, я говорю только о собственном опыте. Может быть, мне так везет. Вот название, когда назовут этот продукт, не имеет ничего общего с тем, что будет услышано. А точнее так, 10 человек купят один и тот же продукт, и для каждого это будет своя отдушка. И для одного будет пахнуть, я не знаю, там назвали, допустим, розы. Один скажет, что это пахнет, там, я не знаю, пряником, другой скажет, что пахнет деревом, третий еще чем-то там. И вот здесь то же самое. Вот из упаковки пахнет пирожным. Ну, действительно пирожным. Наносил кисточкой, кстати, всегда. Наносишь на губы, и потом во рту такой вкус дешевого соевого шоколада такого, никакого, который еще и испортился к тому же полгода назад. Я не могу ужиться с этим вкусом, это неприятно, это противно. И жалко, жалко, стоит дорого, тысяча рублей, но, увы, увы. Никак, в общем, и никуда. Я попробовала, закончилась у меня миниатюрка масло от Kiehl's. Это концентрат такой масляный, 4 мл. Саму бутылочку показать не могу, я ее пыталась додержать до пустых баночек. Но у меня сломалась пипетка. И держала в вертикальном состоянии кое-как, чтобы только использовать. Жалко, хороший продукт, в принципе. Поэтому выкинула, иначе бы он мне все пустые банки перепачкал, и пакеты, и все на свете. Ну, вот так выглядит полноценный флакон. Очень приятная отдушка, неэкономичное нанесение. Использовала только в качестве масла для шеи. Использовала, на лицо побоялась, потому что у меня как-то все масла, они закупоривают поры. И, в общем, не люблю я масляный уход, только на шею. Да. Осталась довольна, действительно хорошо увлажняет, хорошо питает. Нанесение неэкономичное. Как-то сразу схватывается, нет вот этого скользящего распределения. Он как-то точечно прилипает, вот куда нанес, там и остается. Распределяется плохо, надо наносить больше. Расход еще большой из-за того, что наносишь сразу на пальцы. С пальцев все это стекает, потому что это жидкое, соответственно, остается на руках. Приходится еще доставать, еще. В конечном итоге, в общем-то, служат хорошей базой. Потом наносила сверху крема, самые различные. И все замечательные крема не скатываются на этой штуке. И чувствуется, что кожа напитанная. Вердикт какой? Подошла Киллз, посмотрела, сколько стоит. Решила, что может быть, как-нибудь куплю. Но не сейчас, сейчас уже весна, надобности в этом нет. Цена вопроса 3,250, если я ничего не путаю. За 30 мл продукта. Ну, на сколько это хватит? Я думаю, на полгода, наверное, хватит использования этого масла. Стоит ли оно того? Ну, я думаю, что, наверное, стоит. Ну, при условии, что вы готовы заплатить эти деньги. Потому что я думаю, что только так можно говорить, стоит ли продукт или нет. Что еще? Да. Закончилась у меня персиковая водичка, как всегда, от Colorance. Хороший тоник. Наверное, это любимый мой люксовый тоник. Сто раз расхваливала. Не вижу смысла, как бы, что еще распространяться на эту тему. Я равнодушна была до сих пор к уходу от клиник. И вот эта миниатюра, это, простите, сейчас их буду коверкать, Monster Surge, как-то так, увлажняющий их этот крем-гель для нормальной, для сухой, для нормальной комбинированной, что ли, кожи. Или для сухой комбинированной, не помню. В общем, это такая облегченная версия. Но почему-то в очередной раз, вот попробовав это дело, я поняла, что мне это нравится. Причем нравится настолько, что я осталась думать о покупке. Вот как только будет какая-то акция, я обязательно куплю. Мне не нравится уход клиник, потому что нет отдушек. А я считаю, что у люксовых продуктов должны быть отдушки. Но мне нравится, когда приятная отдушка у крема или сыворотки. Здесь ничего этого нет. Хорошо, если лекарством каким-то нести не будет. Но почему-то вот в этот раз даже зимой и то я с удовольствием использовала. Как-то хватало всего. Легко так вот нанес эту субстанцию с утра яйца, конечно. На ночь я такое не наносила. Там более плотные кремы предпочитаю. В общем, осталась довольна. И, скорее всего, я эту штуку куплю хотя бы в мини-формате 30 миллилитров. Но обязательно, я думаю, возьму. Закончилась у меня пенка Альтера, по-моему, с фруктами для всех типов кожи. Привозила из Германии, в Росмане покупала. В общем, вердикт какой. В общем-то, пенка неплохая, но она жидкая. Трансформируется аромат по мере того, как использовала. Чувствовался запах спирта. Вроде бы фрукты, но как будто, вы знаете, в водке или в чем-то, я не знаю. Туговато работала помпа уже где-то, наверное, с полуфлакона. И вот пенка становилась все жиже, жиже, жиже. Под конец-то уже была практически вода. Ну, доиспользовала, конечно. Но повторно я бы повторять... В общем, не стала бы я покупать второй раз. Я избавляюсь от крема для глаз. Елена Рубинштейн из линейки Калагинист Репламп. Вот так вот выглядит. Вот даже не доиспользовала до конца. И сохранила коробочку. На которой написано, что это крем против морщин для кожи вокруг глаз. Восстанавливающий, передающий сиянием. Вот так выглядит коробка. Не покупала. Это был подарок в магазине Эльдебуте. Полноценный продукт. На клиентском дне Елена Рубинштейн. Я счастлива, что я это не купила. Цена вопроса, по-моему, 5-600. Он стоит, а может больше. Я уже запутала. Сейчас цены постоянно поднимают. В общем, он вообще ничего не делает. Мне показалось даже, сколько там осталось в тюбике, что он даже и подсушивает кожу вокруг глаз. Если наносить близко к ресничному краю, гарантированные отеки. Не хватает увлажнения. Питание вообще можно не мечтать. Я очень разочарована. На мой взгляд, продукт просто провальный. Я никому не советую. Ну и чтобы, так сказать, закончить мартовские пустые баночки на положительной ноте, закончилась пенка для умывания от Герлен с экстрактом кристального лотоса в объеме 150 мл. Сейчас уже обновили упаковку. Она выглядит несколько более строго. На мой взгляд, потеряла свое очарование. Но я надеюсь, что продукт остался хоть тот же. Цена вопроса сейчас, по-моему, 2-100 с учетом всех скидок. Что по поводу этой пенки? Аромат потрясающий, парфюмированный. Сразу видно, что это Герлен, что это парфюмерный дом, а не дом моды. Что-то в таком духе. Сама пенка густая была от начала использования и до окончания. Самая лучшая помпа из всех, что я пробовала. Мягкая. Просто, я не знаю, вот так вот пальцем дотронешься, и помпа работала превосходно. Превосходное очищение. Никаких, как сказать, липких следов. Или, знаете, как бывает кожа скользкая после пенки. Например, как после пенки от планеты органика. Не помню, с подснежником, что ли. Там какая-то кожа скользкая после этой пенки. Здесь все в порядке. Вот после того, как попользуешься таким продуктом, сразу встает вопрос, что, наверное, если есть возможности, то даже такие простые вещи, как пенка для умывания, то лучше смотреть в сегменте класса люкс. В общем, я осталась очень довольна. Будет возможность и я с удовольствием приобрету еще раз пенку для умывания от Герлен. Потому что это лучшая пенка для умывания из всех, что я пробовала. Если говорить, конечно, именно о пенках. Ну, вот такие были пустые баночки в марте месяце. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Продолжение следует...